Здравствуйте, уважаемые телезрители! С вами программа «Коронавирус сегодня» и я ее ведущий Ярна Артайжан. В сегодняшнем выпуске мы поговорим на тему «Основные симптомы коронавируса и как лечиться дома». С нами на связи медицинский директор ТО «Медикер-ЮК» врач-инфекционист Клевцова Наталья Геннадьевна. Добрый день, Наталья! Здравствуйте! Как ваше здоровье? Спасибо, хорошо! Прекрасно! Итак, коронавирус сегодня тема номер один, да? Вопросов все больше и больше и беспокойство среди населения также растет. После того, как стало ясно, что тестов не хватает, многие не могут понять, заболели они или нет. В связи с этим первый вопрос. Каковы основные симптомы при коронавирусе? Ну, думаю, все знают, но все же давайте освежим память. Конечно, нужно ее освежить, потому что сейчас, как говорится, у нас люди все переживают, паникуют. И первое, что нужно сделать, это не паниковать. Любое заболевание, инфекционное это заболевание, либо какое-то хроническое заболевание, не связанное с инфектами, всегда нужно держать себя на уровне выше болезни и смотреть на нее сверху. Поэтому в данном случае первое, это не нужно паниковать, даже ни при каких малейших обстоятельствах. В любом случае, если у вас появляются симптомы, которые связаны с острой респираторной вирусной инфекцией, а у нас коронавирус на сегодняшний день, это вирус, который относится к острым респираторным вирусным инфекциям. И симптомы будут практически все одинаковыми, похожими друг на друга. Поэтому четко разделить на сегодняшний день коронавирусная инфекция у вас, либо это какая-то другая инфекция, вызвана другим каким-либо вирусом, мы не сможем дать четкую границу. Поэтому прежде всего не паникуем. И если у вас появились такие симптомы, как повышение температуры, потому что любой из нас, любой человек реагирует сразу на повышение температуры, недомогание, извиняюсь, какая-то общая слабость, мы всегда к этому относимся как-то структулезно и думаем, ну где-то я где-то продула меня, где-то мне простыл и так далее. Первое, мы реагируем на повышение температуры. Пусть она даже будет на невысоких цифрах, 37,1, 37,5. И мы уже начинаем паниковать. Поэтому первое, это повышение температуры, общая слабость, недомогание, это симптомы, которые сопровождаются все инспираторные вирусные инфекции. И в дальнейшем уже у нас присоединяются сюда, у кого-то может быть головная боль, у кого-то может быть ломота в теле, или какие-то мышечные боли. То есть у каждого человека оно может проходить по-разному. Но первые три, это вот те, которые я назвала. А вот потеря обоняния, да, вкуса и запаха, это уже... Да, я хочу еще сказать о том, что в первую очередь еще у нас начинаются все респираторные вирусные инфекции, это с першения неприятных ощущений носоглотки, да. Может быть заложенность носа, и самое главное, это першения нашей носоглотки. Изменение вкуса и обоняния, как вы сейчас хотели спросить, это у нас появляется уже гораздо позже. Сразу этих симптомов не будет. Если они имеются, значит у тебя, в принципе, можно считать, что есть коронавирус, да? Нет, такого нет четкого ответа. Потому что так и не должно быть. То есть, то есть, бактерия обоняния вкуса, это не значит, что у нас острая респираторная вирусная инфекция именно связана с КВИ. То есть, дополнительно к этому у нас должны быть и другие симптомы появиться. А конкретно именно, если я потеряла чувство вкуса, это не значит, что у меня все, я заболела и так далее. Может быть и различные другие причины. Хорошо. Ну, теперь насчет тестов. Человек прошел ПЦР. Результат COVID-19 положительный, да? Каков алгоритм действия в этом случае? Нужно ли бить тревогу? При наличии симптомов ОРВИ и получении, допустим, положительного результата ПЦР на COVID-19, необходимо, прежде всего, оставаться дома. И даже если у вас нет симптомов, и вы сдавали анализ и получили именно этот анализ положительный, вам нужно все равно находиться дома. Прежде всего, соблюдать все меры предосторожности, потому что вы будете источником для окружающих. В частности, на окружающих, наших домашних, да? Мы же все, у нас у каждого есть своя семья, мы контактируем, поэтому мы будем считаться уже источником для, как хотела быстро сказать, чтобы от нас могут заразиться другие наши коллеги и домашние. Поэтому мы должны оставаться дома, все меры предосторожности, то есть одевать маску, мытье рук, обработка поверхности, изолируемся, чтобы меньше было контактов с окружающими, и тем самым будем оберегать окружающих. И первое, то, что нам нужно сделать, не выходить за пределы дома. Это первое самое мероприятие. Затем созвониться со своим участковым врачом, то есть позвонить в регистратуру, сообщить информацию и быть на контакте именно со своим доктором. А если у вас доктор не поднимает трубку, не получается связаться с участковым врачом, как правильно заниматься лечением в домашних условиях? Прежде всего, однозначно нам нужно связаться со своим участковым врачом, потому что каждый из нас должен быть под наблюдением. Первое условие – это мы не должны выходить из дома, но кто-то же за нами должен наблюдать, поэтому мы должны в любом случае связаться со своим доктором. У каждого из нас, кто обращался хоть раз в поликлинику, даже не обращался, есть данные в поликлинике, куда мы прикреплены. То есть по месту жительства у нас есть у всех свой доктор. В регистратуру вы, но если вы сейчас не позвоните, в течение дня вы все равно, потому что сейчас очень большая нагрузка идет с телефонными звонками, все вызывают какие-то разные ситуации. В любом случае вы должны связаться с участковым доктором, сообщить всю информацию. Он даст вам необходимые все рекомендации и четко следовать этим рекомендациям. За пределы не заниматься самолечением. Лечение дома – это не значит, что это самолечение. Лечение дома дистанционно на сегодняшний день – это одно из первых правил, то есть меньше контакта, выполнять все рекомендации лечащего доктора и при малейших изменениях своего общего состояния вы должны сразу сообщать своему врачу, чтобы сразу исправить ситуацию и не доводить до осложнений. Это первое мероприятие. Значит, при первых этапах пить таблетки или лекарства без назначения нежелательно и не стоит? Нет, не то, что нежелательно. Они не рекомендованы и они неправильны. Как правило, мы начинаем прислушиваться. Любой из нас прислушивается к мнению окружающих, те, которые перенесли, да, или где-то нас слышали. Мы начинаем открывать интернет, начинаем искать все мероприятия, правильные, неправильные, проверенные, непроверенные. То есть это неправильные действия. Тем самым мы теряем время. В первую очередь – это потеря времени. Второе – то, что мы делаем. То есть используя препараты, которые не будут эффективными в данной ситуации, они только усугубят положение. Особенно для людей, которые старше 60 лет, особенно для детей, которые у нас до угодика, они на первом месте стоят, эти детки, беременные женщины, люди, которые с хроническими заболеваниями. Вот в этом случае здесь нужно быть вообще осторожным и быть всегда на контроле у своего лечащего врача. Никаких именно мероприятий и касающихся самолечением, используемых каких-то препаратов, ни в коем случае использовать нельзя без назначения врача. Значит, чтобы сбить температуру, пить парацетамол – это не есть хорошо, да? Это не означает, что мы занимаемся самолечением. Есть правила, которые никто не отменял, и мы их, в принципе, по жизни всегда и соблюдаем. То есть первое, то, что мы делаем, это у нас ограничение физическое. Остаемся дома, соблюдаем все меры предосторожности, то есть это профилактически, чтобы не было контакта у нас с окружающими людьми и не быть источником заражения, да? Взеваем маску, мыем руки, обрабатываем поверхности, потому что вирус COVID, он вирус, который не летает в воздухе, он оседает на предметы. Поэтому чем чаще будет влажная уборка проведена, тем лучше. Второе, то, что мы должны сделать, это должны ограничить физические нагрузки. А у нас, как правило, люди идут работать и занимаются тем, что, ну ничего, я на ногах принесу. Это самое страшное. Ограничение физических нагрузок. Затем, диета, то есть дробное питание, легко осваиваемая пища с ограничением углеводов, сбалансированная белком. Затем, самое главное, при всех вирусных инфекциях, это обильное теплое питье. Причем это питье должно быть дозировано. Когда мы будем соблюдать вот все эти меры, тем самым мы учим состояние своего организма в каком плане. Дозированная выпивая жидкость, мы будем, грубо сказать, разводить, да, вирус и выводить. То есть с жидкостью будут выводиться именно токсины, которые не будут задерживаться в организме. И поэтому обильное теплое питье это самый первый враг для любого вируса на начальных этапах. Второе, мы должны полоскать борло, потому что носоглотка у нас является одним из первых входными воротами для инфекции. То есть вирус у нас проникает через дыхательные пути. Поэтому промывать нос обыкновенным физраствором, обыкновенной теплой водой, полоскание горла. То есть мы будем тем самым смывать этот вирус и он будет точно так же выводиться, облегчать будем состояние. Следующий момент это прежде всего если поднимается температура, в этом случае мы должны принимать жаропонижающие. Их никто не отменял. Жаропонижающие это в первую очередь парацтамол, который у нас у всех есть. Если нет парацтамола, это может быть его профин. Причем его нужно выпивать на голодный желудок не рекомендуется. То есть легкая пища. Выпиваем парацтамол и обильное теплое питье. Это самое первое, то что мы делаем. Плюс значит мы должны если у нас температура у многих людей иммунитет разный и у многих людей температура у нас может сниматься медленно или она будет долго держаться, тогда дополнительно к парацтамолу у нас есть обтирание. Есть обтирание. и поэтому обыкновенной водой значит то есть физиологически мы помогаем организму, чтобы улучшались обменные вот эти процессы и жар, который у нас находится в организме, чтобы ну как помогать общей сложности. Так, самое главное еще у нас разрешены у нас витамины. В первую очередь это витамин С. каждые 6 часов и он является основным, то есть основная масса вирусов у нас всегда боится большого количества витамина С. Но это не значит, что мы будем принимать витамин С горстями. Для этого 500 мг каждые 6 часов будет достаточно. Так, и для облегчения дыхания и с целью профилактики развития осложнений с первых дней заболевания необходимо дыхательные упражнения, которые никто не отменял. Тем самым мы будем развивать свою легочную ткань, тем самым мы будем экскурсию грудной клетки улучшать, потому что даже во время температуры при ее повышении у нас усиливается дыхание, очищается, у нас становится чаще сердцебиение, то есть при норме у нас 36,6 работает организм в одном режиме, когда у нас температура повышается на 37,5, к примеру, у нас учащается сердцебиение, это все физиологически, поэтому дыхательные упражнения у нас всегда будут помогать нам и тем самым они еще будут и профилактически работать. А дыхательные упражнения, они которые доступны в интернете, любые делать? Банальные упражнения дыхательные, то есть это короткий вдох носом и удлиненный выдох ртом через рот. То есть простое упражнение или даже стать, принять воздух возле окна, открыть форточку, особенно в утренние часы, когда у нас вся уже пыль все это седает, воздух чище гораздо, чем в вечернее время, особенно в городах, где у нас загазованность идет. И перед открытым окном, это при том, чтобы не было сквозняка, мы выполняем обыкновенные физические упражнения, то есть приподнимаем руки вверх, поднимаем, какие-то, допустим, ну я не знаю, банальные упражнения, при которых грудная клетка играет большую роль, то есть обыкновенные даже дыхательные движения, вдох и выдох, они уже будут играть огромную роль для нашей грудной клетки, для мышц грудной клетки, для именно экскурсии в грудную клетку, чтобы у нас воздух не застаивался и тем самым улучшать все эти моменты. Понятно. Наталья, вот вышесказанные простые правила, вот если они не помогают, мы зовем в тот момент скорую, не секрет, что сейчас оказывается сильное влияние на систему здравоохранения, в том числе на скорую, поэтому когда нужно звать 103? Во-первых, изначально я сказала, что каждому из нас нужно связаться со своим лечащим доктором, то есть доктор нам расскажет, как я должна себя наблюдать, как будет монетарировать меня сам доктор и как я должна буду сама себя контролировать. Для этого есть специально разработанный чек-лист, то есть я его заполняю в каком измеряю температуру, записываю, вот сегодня, например, первый день моего заболевания, я измеряю температуру, записываю температуру, я измеряю число дыхательных движений, записываю это все, я измеряю давление, я измеряю, отмечаю, появилась ли у меня обдышка при физической нагрузке или не появилась, я могу измерить, значит, допустим, на сегодняшний день не каждый может себе позволить пульсоксиметр, который измеряет сатурацию кислорода в крови, это можно процесс измерять таким образом, пошагово называть, то есть по квартире в течение 2-6 минут я хожу и до того, как я шаговое упражнение начинаю делать, я записываю дыхательные движения своего организма, допустим, они у меня были 16 минут, после 2-6 минут хождения спокойно входит по комнате, измеряю после этого процесса и смотрю, изменилось у меня состояние до шаговой измерения и после, если у меня идут изменения, то есть усилилось у меня число дыхательных движений, появляется какая-то дышка непредсказуемая, которая мешает мне находиться в покое, тогда я начинаю сразу звонить доктору и сообщать, вот у меня изменения произошли, если же у нас в течение 2-3 дней температура стабилизируется, если у нас не отмечается нарушение дыхательных движений, артериальное давление в норме, то есть общее состояние никаким образом не страдает, мы продолжаем мероприятие дальше, и доктор каждые 3 дня отслеживает, именно вот этот мониторинг проводит и смотрит, ухудшилось состояние пациента или нет, если состояние пациента ухудшилось, в этом случае доктор в этом случае начинает дальше рекомендовать, что-то нужно сделать, либо это нужно будет провести рентген-диагностику, чтобы исключить тот же самый пневмонический процесс, либо здесь нужно будет дополнительно сдать какие-то общие анализы какие-то сдать, то есть посмотреть, на каком уровне как изменилось состояние, и нужно ли в этом состоянии изменить ситуацию подключения дополнительных лекарственных средств, или уже нужна госпитализация, поэтому в любом случае мы должны связаться с лечащим доктором, никаких мероприятий самолечения в дальнейшем не предпринимать, потому что это усугубит его положение любого из нас. Время это самое главное, на сегодняшний день время играет самое главное. Потеря времени и похоже на спасибо за ваши ответы и надеемся они будут полезны и для наших зрителей. Также хочу добавить, что проект Коронавирус сегодня будет вещать ежедневно на телеканале Atomic and Business. Оставляйте ваши комментарии, задавайте вопросы в наших соцсетях, которые вы сейчас видите на своих экранах. Увидимся уже завтра. Будьте здоровы! Субтитры создавал DimaTorzok